Интервью Такера и Путина продолжает наводить шорох в соцсетях. Особенный кипиш и бурное обсуждение можно наблюдать на западных ресурсах. Сутья по комментариям, простые американцы действительно никогда не слышали и не слушали Владимира Путина вживую. А тут целых два часа и без цензуры. И каково же было их удивление, когда вместо кровавого и беспощадного тирана, они увидели спокойного и рассудительного президента России, который говорит очевидные вещи. То есть, правду. Но давайте обо всем по порядку. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях. Также поддержите это видео лайком, ведь это лучшая награда от вас для нашего канала. А мы продолжаем. Карлсон провел в Москве неделю. Он прибыл в столицу России 1 февраля, но даже журналисты об этом узнали не сразу. За неуловимым Такером устроили настоящую охоту. По словам очевидцев, Карлсон в полном восхищении от Москвы и россиян. Он сам не ожидал, что в России его встретят словно рок-звезду и будут фотографировать на каждом шагу. Впрочем, с селфи с жителями столицы Такер не отказывался, а в беседах с москвичами восхищался архитектурой города, отмечая гостеприимство людей и культурное разнообразие столицы. Карлсон как-то признался, что склонен к полноте, так как обожает фастфуд, поэтому старается контролировать то, что ест, но иногда срывается. Вот и в Москве он с удовольствием подкрепился в ресторане быстрого питания. Вкусно и точка. Отведав пару двойных чизбюргеров, картошку и колу, судя по всему, качеством еды остался доволен. Также Такер побывал в ресторане русской кухни, куда наведался со своими друзьями и был немного удивлен, когда его узнали посетители. Также журналист проявил интерес к ситуации с продуктами на прилавках столичного гипермаркета. Вопреки расхожему мнению зарубежных СМИ о том, что у нас полки в магазинах пустуют, Такер в Ашане обнаружил широкий ассортимент продуктов. Он фотографировал полки с разнообразной едой, чаем, кофе, молочных продуктов, а также чипсы и газировку. Также Такер Карсон был замечен в ложе Большого театра на балете «Спартак». Фотографировался с крыши отеля, в котором проживал, на фонах вечернего Кремля и храма Христа Спасителя. А за завтраком в отеле Такер поделился журналистами впечатлениями о столице. «Я люблю Москву, она красивая, я много читала о России, хотел на нее посмотреть и поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», сказал Такер. Американский журналист, взявший интервью у Владимира Путина, вылетел из России в ночь на 8 февраля. Неделю он провел очень насыщенно, думаем, остался под впечатлением от увиденного и еще об этом расскажет общественности. Такер еще 6 февраля в своем видеообращении признался, что приехал не потому, что любит Путина, а потому, что любит США и хочет, чтобы его страна оставалась процветающей и свободной. Он и его команда не брали денег ни у одного правительства, а самостоятельно оплатили свою поездку. Ну а теперь давайте вернемся к интервью. 9 февраля свершилось то, чего многие так долго ждали. Как и обещалось, ровно в 2 часа ночи по московскому времени было опубликовано интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карсону. Мы не соврем, если скажем, что двухчасовое видео уже посмотрел весь мир. На официальной странице Карсона в соцсетях X количество просмотров уже приближается к 100 миллионам, и нам думается, что это не предел. Интервью получила широкую огласку в мировых СМИ. Миллионы людей из разных уголков земли обсуждают речь российского президента и хвалят Карсона за смелость и профессиональную выдержку. Пересказывать интервью полностью мы, конечно же, не станем. Все-таки длилось оно 2 часа, да и посмотреть его лично будет куда интереснее. В общих чертах речь шла о российской истории, о НАТО, об Украине и США. В общем, темы, волнующие сейчас весь мир. Самое удивительное то, что это интервью раскрыло глаза многим иностранцам, которые до этого считали действия Путина тиранией, а саму Россию жестокой и ужасной страной. Относится это к американцам, которые признали, что Путин на удивление эрудирован, имеет завидное самообладание и грамотно ведет себя в присутствии иностранного журналиста. Очевидно, Путин держал Такера на коротком поводке и сам контролировал беседу. Он с самого начала установил границы и по своему усмотрению передвигал их на протяжении всего интервью. Это круто, написал один американец. А если говорить по конкретике, то американцы уловили желание Путина, чтобы пост президента США занял Трамп. Население из США, как вы видите, поддерживает именно Россию, а не Украину. Они не хотят участвовать во всем этом и желают, чтобы руководство США занялось внутренними проблемами страны. И Путин это понимает. Очевидно, он желает, чтобы Трамп исправил ситуацию в мире, написал еще один пользователь сети. Также стоит заметить, что многие иностранцы остались в восторге от интервью и, конечно же, от нашего президента. Некоторые американцы даже признались, что хотели бы видеть его на посту вместо Байдена. Иностранцы сравнивают президента в России и США, отмечая, что Путин преподал всем наглядный урок истории, а Байден на виду у всего мира разговаривает с мертвецами или откровенно не может вспомнить, когда умер его сын. А еще американцы завидуют русским, у которых есть такой президент. Спасибо Путину, что открыли глаза многим американцам и всему миру, написал еще один иностранный пользователь сети. И именно этот комментарий набрал более 30 тысяч лайков. Путин доказал, насколько он умен. Он доказал, что сейчас он умнее любого мирового лидера. Я не знаю никого, кто бы мог бы пересказать историю всей страны за последние тысячу лет, пишет еще один американец. Важная цель, которой шли оба героя этого интервью, достигнута. Привлечено не просто внимание всего мира. Путину и Такеру удалось достучаться до простых людей, чьи мозги и головы долгие годы засорялись западной пропагандой. И получилось это, судя по комментариям на странице Карсона, просто великолепно. Изменит ли это интервью весь ход событий, через которые мы сейчас проходим? Не будем тешить себя напрасными надеждами. Вряд ли. Решения, которые принимаются за океаном, не зависят от каких-либо заявлений. Но иногда гораздо важнее быть услышанным людьми, которые живут в США и которым, видит Бог, мы не являемся врагами. И кажется, наконец-то они начинают это понимать. А что думаете вы, уважаемые зрители, про это интервью? Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте про лайк. До скорой встречи!